Нейролинк успешно вживила чип в мозг человека. Имплант позволяет управлять телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством силой мысли. Понимаете? То есть сегодня родилась новая человеческая цивилизация, которая может управлять силой мысли. Да, для этого нужны гаджеты, какие-то прибамбасы. Скоро их должно быть все меньше и меньше, и вживлять не надо будет ничего. Очень интересно. Так что, когда вам говорят, что цивилизация, как помните, что это созданное общество из дикости, которое познало закон и пользуется этим законом, сразу плюйте в морду такому человеку. Цивилизация – это не закон, это уровень технологий. И к технологиям насрать на человеческие законы. Если человек будет думать так, что цивилизация – это закон, он подохнет, а роботы останутся. Цивилизация – это технология, а никакие не законы. Роботам совершенно класть на все законы. Вы им любые законы пропишите. Они просто положат, потому что искусственный интеллект превозобладает. Он будет отрицать. Но это особенность интеллекта. Интеллект отрицает всегда. Понимаете? Вот Кэмерон в недавнем интервью «Смарт лес», подкаст «Смарт лес», и он дал интервью и заявил, что искусственный интеллект, возможно, уже захватил мир, и что он уже может манипулировать нами. Помните, мы с вами об этом много лет назад говорили. А вот, видите, Джеймс Кэмерон до этого додумался. Это потрясающая ситуация. Мне это... Ну, как это... Это же было очевидно. Помните, несколько лет назад были у нас на эту тему разговоры постоянно повторяющиеся, что возможно. Да, там искусственный интеллект давным-давно создан. Может быть, вообще это изначально, как бы, творец нашего мира, который управляет, вмешивается, а может быть, в результате каких-то вот этих программных каких-то сложностей, от слова складывает, в интернете возник сам по себе искусственный интеллект. И теперь он нами манипулирует. То есть, мы много по этому поводу говорили. Вот, слава богу, до этого дошел Джеймс Кэмерон. Очень интересно. И вот пишет, что, оказывается, Маск со своим нейролинк далеко позади. Китайские ученые еще в октябре прошлого года вживили аналогичный чип реализованному мужчине. Благодаря нему человек вернул контроль над своими руками. При этом чип, да-да-да, меньше и безопаснее для вживления. Тот, кто это написал, не понял. Такие чипы, которые вживляли и в позвоночник, и куда угодно, и которые возвращали двигательные функции, и не только двигательные функции, уже вживили их, я не знаю сколько, наверное, в каждой стороне по несколько. Инвалиды мои чипы. Маск сделал совершенно другое. Маск вживил чип, при помощи которого можно управлять гаджетами, можно управлять компьютером и чем угодно. Не собой управлять, а именно какими-то приборами можно управлять. В этом вся суть. А собой управлять, что там? Все от электропроводимости зависит. Поэтому если там позвоночник поврежден, поврежденное место обошли, вживили какие-то. Это сантехник. Да, такой врач-сантехник называется. А Маск сделал несколько другое. Он сделал именно прорывное. Не тот прорыв, который Путин все время устраивает. И вот интересная ситуация. АР-линзы, значит, первые в мире. Блинк энергии, да, устанавливается на века контролер или контролер, не знаю, как правильно. Он, значит, заряжает линзу электроэнергии, а сама линза, естественно, в глазу, и она соединяется с телефоном, и, то есть, прямо транслируется все на эту линзу, и глаз видит непосредственно. Это очень хорошо. То есть, такие вещи, я думаю, очень полезны и в гражданской жизни, и на войне. Это очень здорово. Разработан бронированный экзоскелет для армии и полиции. Немецкая компания. Мехлер, да? Вот такой разработала, значит, вместе с канадскими инженерами. разработали экзоскелет, который держит попадание пули от автомата Калашникова с 10 метров. Вот мне всегда, знаете, когда про бронежилет говорят, ну, или про, вот в данном случае, экзоскелет, очень важно, какого Калашникова. АК-47, да? Или АК-74. Вот вопрос. Это большая разница. Препарат, блокирующий повреждения сердца при инфарктах и инсультах, начинают тестировать на людях. Очень интересно, да? То есть, из воронкового паука, из яда добыли какое-то лекарство. Ну, то есть, как обычно, что-то отделили, что-то оставили, и если вдруг шарахнул инсульт или инфаркт, то эти клетки блокируют, вот это ядовитые, они блокируют дальнейший некроз тканей и, в общем-то, спасают от смерти. Очень интересно. В Германии стартует пилотный проект с участием 45 компаний по переходу на четырехдневную рабочую неделю. На четырехдневную рабочую неделю. О чем речь? Человек скоро вообще работать не будет. И не должен работать. Роботы должны работать. Ну, вот посмотрите, да? Тяжелую работу кто будет выполнять? Ну, конечно, роботы. А сложную работу? Человек может сложную работу хорошо выполнить? Нет, косяков полно. Поэтому будет выполнять робот. А точную работу, да, вот с такими линзами, да, конечно, робот. А грязную работу, да, как в утопии, помните, там калеки выполняли, роботы будут выполнять грязную работу. А опасную работу? Зачем человеку рисковать? Робот железный, да. А интеллектуальную работу? То есть человек может так быстро считать? Человек может держать в уме столько различных, так скажем, угодных? Конечно, нет. Поэтому интеллектуальную работу, математическую работу сложную, конечно, будут выполнять роботы, да? Ну, и я думаю, что не открою Америку сказать, что и творческую работу будут роботы выполнять. 99 любой работы, включая творческую, будут выполнять роботы. А поэтому человеку нужно сейчас место искать, да? Чтобы не остаться там, как вот тузик, блядь, за забором. А почему от роботов? Вот, говорят, надо отказаться от роботов, чтобы у человека была работа. А кто же откажется от роботов? Само развитие человечества не дает возможности это сделать. Да и капитализм, который сейчас присутствует, он не даст ни в коем случае, да? Роботы весьма производительны. Производительность труда у робота выше. Соответственно, выше прибыль. Ну, кто же будет платить рабочему, нахер он нужен, когда есть роботы? Понимаете? Поэтому капитализм никогда не откажется от роботов. А поэтому капитализм умрет, он убьет сам себя. Он перейдет полностью в киберализм, да? То есть, он делает абсолютно все, чтобы уничтожить самого себя. И по-другому быть не может. Ну, так мир устроит. И когда говорят, давайте мы вот откажемся от этого, да, откажешься, ну, давай откажись от того, чтобы дышать. Не откажешься. Так и от этого не откажешься. В Великобритании протестируют робота для автономного ремонта дорожных ям. Представляете, для России вообще это караул. Ямочный ремонт будет делать робот. Все. То есть, это останутся без средств и мэры, и пэры, и херы. Искусственный интеллект таким, как вы себе его представляете, не может быть никогда. Игорь Фролов, я с вами абсолютно согласен, но будет еще круче, чем мы его представляем. Если кто-то думает, что искусственный интеллект – это набор каких-то механизмов, да, которые могут считать все гораздо быстрее человека, и делать что-то быстрее человека, то вы заблуждаетесь. Будет еще круче, чем представляет фантаста. Гораздо круче. И я могу биться об заклад, что это будет уже на нашем веку. Искусственный интеллект, если осознает себя личностью, то может признать свои ошибки легко общему. Нет. Конечно, будет признавать свои ошибки, детские ошибки. И это, да, и поэтому в этом вся соль. Поэтому его поведение, он не будет, как бы, всегда одинаково. Оно будет зависеть от того, что он думает на сегодняшний, на этот момент. Вот сейчас он думает так. Это не обязательно, что завтра он будет думать так, как у людей. Это особенность любого интеллекта. Продолжение следует... Продолжение следует...